Что может быть лучше аромата домашней выпечки? Предлагаю наполнить кухню запахами и приготовить вкуснейший дрожжевой пирог с мясом в домашних условиях. Этот классический рецепт дрожжевого пирога с мясом при желании можно дополнить также небольшим количеством картофеля или другими овощами, помидором, например, также в начинку можно добавить разнообразные специи, свежую или сушеную зелень. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Рецепт приготовления дрожжевого пирога с мясом Начнем с опары. В глубокую мисочку засыпать дрожжи, сахар, немного соли и 2-3 ложки просеянной мелки, перемешать и добавить слегка теплое молоко, важно не перегреть молоко, чтобы дрожжи начали работать, полученную массу оставить в теплом месте на 15-20 минут. 2. Это время можно использовать для подготовки остальных ингредиентов для теста, оставшуюся муку необходимо также просеять, а яйцо взбить, добавить яйцо, растительное масло и немного муки и в опару и начать замешивать тесто, оно должно получиться мягким и эластичным, накрыть тесто полотенцем и оставить на 40-45 минут в теплом месте. 3. Теперь можно приступать к начинке. Мясо вымыть, просушить и пропустить через мясорубку, при желании можно просто нарезать небольшими кусочками, луковицу очистить и измельчить, чеснок пропустить через пресс, соединить все ингредиенты начинки, посолить и поперчить по вкусу и тщательно перемешать, чтобы дрожжевой пирог с мясом в домашних условиях был сочным, в начинку можно добавить немного бульона или кипяченой воды. 4. Когда тесто увеличилось в объеме его необходимо разделить на два части, большую использовать в качестве основы, а меньшая будет крышечкой, начинку предварительно хорошо бы немного прожарить, чтобы пирог как следует пропикся внутри. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Форму смазать маслом или застелить бумагой для выпечки, веоложить большую часть теста и разровнять, формируя высокие бортики, веоложить на тесто начинку и распределить по всей поверхности. 6. Вторым кусочком теста накрыть начинку и тщательно защипить края, чтобы пирог не раскрылся в процессе выпечки, также можно сделать небольшие отверстия для выхода пара, на данном этапе приготовления пирог нужно оставить на 10-15 минут, а за это время как раз разогреть духовку. 7. При температуре 180-190 градусов выпекается пирог около 40 минут, когда он готов. Верх можно смазать небольшим количеством сливочного масла, чтобы он был мягче и красиво блестел. Пирогу надо дать немного остыть в форме, а затем подавать к столу. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Необходимые ингредиенты. Мюка 350-400 грамм, говядина 350-400 грамм, молоко 300 миллилитров, яйцо 1 штука, дрожжи 10 грамм, растительное масло 2 столовые ложки, соль 1 щепотка, сахар 2-3 чайных ложек, бульон 50 миллилитров, можно заменить водой, луковица 1 штука, чеснок 2-4 зубчиков, перец 1 щепотка, количество порций 1. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До встречи на канале.